Пару дней назад, разгребая старые вещи, я наткнулся на затерянный в гараже и уже просроченный паёк португальской армии. Так вот сегодня мы не только продегустируем еду солдатов армии Португалии, но ещё и смастерим супер крутую штуку, которая нам в этом поможет. Португалия страна европейская, а значит и еда должна быть соответствующего качества и разнообразия. Вскрываем упаковку и сортируем еду на завтрак, обед и ужин. Для начала разберёмся с мелочёвкой. И тут у нас 4 вот такие вкусные карамельки, чтоб солдатам было веселее воевать. А также 2 жвачки, чтоб после приёма пищи немножко освежить своё дыхание. Кто кстати помнит, в пайке какой страны было аж 3 зубных щётки. Также сахар, соль, влажные спиртовые салфетки и вот такая большая пачка сухих салфеток, которых хватит не только для подтирания лица и рук, но и наверное для чего-то другого. Кстати действительно, почему не кладут туалетную бумагу солдатам? Вот сходят они в туалет, а дальше что? Листочки срывать что ли? Ещё таблетки для обеззараживания воды, которые мы проверим кстати. И вот такие столовые приборы с повреждённой вилкой. Перед едой протираем руки влажной салфеткой и достаем первое блюдо нашего завтрака. Это вот такая рыбная консерва. Так, открываем и... Уууу, как классно выглядит! Кажется это филе сардины в томатном соусе. К рыбке у нас целая пачка вот таких твёрдых хрустящих солёных печенюшек. Можно конечно кушать с банки, а можно наложить рыбку на печеньки, получив маленькие вкусные бутербродики. Но в комплекте ещё положили точно такие же печенюшки, но уже сладкие. И специально для них тут лежит вот такая упаковочка сладкого варенья. Которое пальцами кстати открыть не удалось и пришлось врезаться ножом. Сладкие печенюшки и сладкое варенье дают очень вкусную и сладкую комбинацию. А если к ним добавить ещё вот такой сладкий яблочный сок, то получается вообще рай для солдатов-сладкоежек. Засыпаем в кружку кофе, потом сахар, горячую воду, получаем хороший ароматный кофе и наш завтрак готов! Конфета, печенье и варенье дадут углеводы, а рыба, белки и жиры. Мы зашли домой, чтобы немного согреться и обнаружили на столе куки и три распечатанные шоколадки. И только потом мы поняли, что произошло. Оказалось, под Новый год директору шоколадной фабрики Красный Октябрь, после долгих раздумий и попыток, пришла в голову крутая идея. Он взял свои запасы золота и дал задачу мастеру изготовить золотые билеты, которые будут спрятаны внутри шоколадок Аленка в магазинах Москвы и Московской области. И самые удачливые из вас смогут их найти. Кроме того, тот, кто найдет золотой билет ручной работы, получит экскурсию на шоколадную фабрику и в музей истории шоколада, а также детскую карту Аленка на бесплатный шоколад с ежемесячным депозитом в 1000 рублей в течение года. Круто он придумал! И шоколадку съешь, и призы сможешь выиграть! Буду сам искать и вам желаю удачи в поисках золотого билета. На обед мы должны разогреть блюдо в вот такой мягкой упаковке. Для разогрева португальцы почему-то положили аж 4 вот таких химических нагревательных пакета. Наверное, 2 для еды, а остальными двумя можно погреть себе ноги, вставив их внутрь пакета с вот такими гранулами. Согласно инструкции, надо залить внутрь 60 мл воды, в результате чего гранулы мгновенно начинают нагревать пакет с едой, который мы туда вставляем. Сразу же начинает выделяться много горючего газа, упаковка надувается, и мы уже боимся, лишь бы все это не взорвалось. Но ничего не случилось, и мы тем временем распечатываем обеденную консерву. Тут у нас тунец в растительном масле. О, консервированный тунец я просто обожаю! А вместе с печенюшками то, что надо. На обед также полагается варенье, но мы еще завтрака все не скушали, поэтому наносим его. И дальше у нас необычная штука. Это вот такой мягкий тюбик с энергетическим гелем со вкусом лимона. Надо просто оторвать кончик, вставить себе в рот и выдавливать, наслаждаясь этой вкусной и ароматной штукой. На вид похоже на мед, но на вкус оно совсем другое и ничуть не хуже. Главное блюдо уже давно нагрелось, и давайте же достанем из пакетика эту пищу богов. Выглядит вкусно! Кажется, это какая-то каша с горохом, помидорками и кусочками мяса. Но это не все. Вдобавку португальцы положили еще вот такую баночку различных орешков в перемешку с изюмом. Вот такой обед! Даже в тарелку все с трудом помещается. И тут даже самые голодные ребята точно останутся сытыми и довольными. И пока мы перевариваем обед, давайте наконец проверим, работает ли таблетка для обеззараживания воды. Для этого утром мы набрали в баночку свежей водички из протухшего озера. И в ней определенно кто-то живет. Берем образец и капаем под микроскоп. И мы видим, что действительно тут просто бурлит жизнь. Плавают маленькие кораблики, кажется какая-то большая инфузория. И даже вот такое огромное чудовище! Пить такую воду точно не стоит. Теперь давайте добавим в банку маленький кусочек таблетки. Так как целая таблетка рассчитана на большое количество воды. Она начинает растворяться, летая вверх-вниз по банке. И через 5 минут мы смотрим на образец. Как и ожидалось, активность всяких живых существ резко снизилась. А точнее я вообще не могу никого найти. Только вот такую уже мертвую маленькую козявку, которая вряд ли сможет причинить кому-то вред, будучи мертвой. И теперь самое интересное, ужин. И интересен он не только тем, что там внутри что-то интересное, а тем, как мы это будем разогревать. Специально для этого мы построим маленькую суперкомпактную печку, которая не будет нуждаться практически в никаком топливе, ведь она сама и есть топливо. При помощи пилки от обычного куска дерева мы отрезаем кусочек высотой в 20 сантиметров. Потом берем сверло под дереву диаметром в 30 или более миллиметров и проделываем сверху отверстие на глубину более 10 сантиметров. Теперь сверлим такое же отверстие сбоку полена, чтобы они соединились в одну полость. И наша печка готова! Нам понадобится лишь несколько небольших палочек, которые надо напихать в печь и... Постойте, кажется тут под корой кое-кто зашевелился. Те, кто смотрели прошлые видео, уже знают, кто там сидит, и сейчас ему будет жарковато. Ведь через пару минут печка разогревается, в ней появляется тяга, и она уже начинает гореть без подкидывания в нее палок. Выливаем наш ужин в кастрюльку. После чего берем три небольших камушка и ставим их на края печки, которая уже сильно разогрелась, и мы переживали, чтобы вся еда не сгорела. Кладем кастрюльку сверху и разогреваем главное блюдо. Прелесть такой печки в том, что она очень маленькая, эффективная, не выделяет дыма и очень долго горит. Чтобы ее потушить, нужно просто перекрыть верхние отверстия. В ужин включен вот такой пакетик с порошком для приготовления энергетического напитка. Вдруг у солдата будет ночная спецоперация и ему понадобится больше сил. С завтрака и обеда осталось еще много консервы и печенюшек. И в комбинации с темным немецким шоколадом мы получаем просто королевский ужин. А тем временем наша печка в сторонке себе горела уже второй час. И если хотите, мы в каком-то видео сделаем такую же печку, но с большого круглого полена и посмотрим, как и сколько времени оно будет гореть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова